Я хозяин своего дерева мира многомерности. Понимаю, что не очень нам это привычно слышать. Понимаю, что очень много еще противостояния. Но ничего, попробуем вместе немножко разобраться в этом во всем. То, что мы живем уже в новом мире, то, что с нами происходит что-то невероятное, мне кажется, уже многим понятно. И вот, знаете, я вас приветствую в этих новых знаниях, ну, возможно, даже и не новых. Но все равно приветствую, потому что вот мы очень долго шли, очень долго преодолевали, очень много страдали, а теперь это все не нужно. И я знаю, что очень многие из вас и читают, и интересуются, и знают, и вспоминают забытое при жизни на Земле. И это здорово. Мы расширяемся, как и планеты, как Солнце. И это естественно и в унисон с макро- и микромирами. Уже многим понятно, что расширяется, как условно, то, что нам вредит, и то, что нам полезно. Микро- и макромиры откликаются на наше расширение и взаимодействуют с нами обоюдно. Мы влияем друг на друга. Это новые для нас процессы. И постепенно мы перестраиваемся, и нам становится больше понятно, что же происходит, как в нашем мире, так и в большом космосе. Но что-то внутри глубоко нас понимает, что все взаимосвязано. И это глобальная картина изменения в мирах. В предыдущем ролике мы уже с вами ознакомились со своей осью мира и понимаем, что она наша и должна выполнять внутри нас достаточно значимую функцию. А сейчас мы вместе попробуем воспринять то, что у каждого из нас есть свое дерево мира. Да, это мое дерево мира, символизирует мою многомерность и очень хорошо показывает и высшую природу, это крона в Солнце, и низшую природу, корни дерева в земле. И это наше плотное существование. Уважаемые, пожалуйста, больше внимания. Верхняя часть моего дерева есть в тот же момент, когда есть и нижняя. Одновременно. И ствол мощный и крепкий надежно соединяет эти мои начала, тонкую и плотную природу. Ветки дерева – это мои опыты, это мои ментальные и эмоциональные намерения, и с помощью их я осваиваю и обживаю. И верх своего дерева, и низ одновременно. Дерево символизирует многомерность, множественность миров, фрактальность, естественность жизни. Много вариантность выборов и даже расширение при весне, когда образуются новые ветки и новые потенции и новые возможности и расцвет души. Потому что в это время отмечают люди свое новое какое-то начало. Конечно, мы с вами можем провести аналогию, что и даже Пасху отмечают в это же время. И даже символ – это яйцо, тоже не случайно. Естественная форма зарождающейся новой жизни. Вот что такое яйцо. Если человек – мыслитель, любящий жизнь, то он – созидатель и творец, и сам, используя знания о многомерности, способен создавать естественную жизнь и мир вокруг себя, привлекая те эманации, которые растворяют хаотические брожения незрелых ментальных конструкций, разрушающие все вокруг. Если я хозяин своего дерева мира, то я в состоянии любить себя и свою жизнь, в состоянии осваивать и признавать многомерность, в состоянии наслаждаться этой удивительной функцией мироздания, в состоянии воспринимать себя как кристаллическую божественную единицу, и позволяющую таким же единицам наслаждаться своей многомерностью. Весна творит чудеса. И мы в полном альянсе с ней и с планетой, на которой все живем. И это наш опыт, и это наше достижение, и это мы способны любить мир, в котором живем. Очень радует то, что люди действительно просыпаются в своей вере и могуществе, и в своих потенциалах, и во своем взрослении, становясь ответственными и осознанными. Это можно увидеть потому, как тысячи людей выходят убирать парки и архитектурные территории памятников, вывозя горы мусора. И в этих акциях принимают участие представители многих государств. Так, так объединяются люди по интересам и ответственным предприятиям, коллективным предприятиям. И это волна новой жизни. Это счастливые глаза детей, подростков и огромный сдвиг в объединении. Так постепенно будет изменяться жизнь на планете. Вот я бы посоветовала профессиональным фотографам как можно быстрее фотографировать этот старый мир, потому что очень быстро, очень быстро сформируется новое общество, новых людей, новых хозяев своего дерева мира. И старый мир останется глубокой историей, о которой можно будет иметь представление разве что в фотографиях, и удивляться, как в этом тяжелом мире жили люди. Мы хозяева своего многомерного дерева мира и обладаем могуществом и способностью жить одновременно во многих мирах. И это недалекое будущее. Мы хозяева своего многомерного дерева мира и обладаем могуществом и способностью жить одновременно во многих мирах. И это недалекое будущее. А самое что ни на есть, наше с вами настоящее. Я пошире разверну эту тему, немного погодя, когда вы привыкнете, что уже сейчас я хозяин своего дерева мира. Субтитры создавал DimaTorzok